друзья привет на связи гриня и это продолжение прохождения out the wild я тут за кадром полетал немножечко поискал ну как бы развитие сюжета чтобы не тыкаться как слепой котенок куда попало и хочу вам сказать что очень много интересного есть на пучине гиганта и я предлагаю сейчас прямо сразу туда и отправиться я думаю что песочные часы они подождут немного ничего страшного не случится так это что такое летит а это луна камелька так осталось только обнаружить пучину гиганта я здесь она сзади меня нет 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 так вот она так во первых я нашел способ как добраться до отсека оторванного отсека как это контроля этой капсулы зонда которую запустили на мае и второе я нашел какую-то огромную здоровенную башню для квантового путешествия поэтому сейчас у меня план такой я хочу быстренько пролететься по островам которые есть на планете потом попробую нырнуть внутрь попасть к этой капсуле и после этого квантовое путешествие на закусочку на самое вкусное так что устраивайтесь поудобнее наливайте чаек кофеек опа так нормально вот значит вот этот огромный вихрь внутри если в него залететь сверху через глаз бури то там будет какая-то здоровая башня так с этим островом я полагаю мы закончили в общем то тут больше я ничего обследовать не хочу и по поводу как попасть внутрь вот здесь вот вихре все крутятся в одну сторону но один из них я не знаю сейчас может быть не видно будет один из них крутится в другую сторону вот он вот он смотрите вот этот крутится в другую сторону если влететь в него то он затолкнет в самый во внутрь скажем так внутренней сферы сейчас я хочу посетить этот остров давай посмотрим что же здесь будет так отлично погнали так ну и плюс ко всему надо будет еще конечно же проверить ага войти фото режим так вот туда я не пройду попробовать давай тут конечно притяжение такое что прыгать даже с ракетными ускорителями это непростая задача для этой планеты так мне кажется нужно перепрыгнуть вот на этот обнаружены деревья запас кислорода отлично так здесь безопасно зачем я сюда иду меня интерес так я здесь нашел смотри воспроизвести запись полет 4 номер полет 4 запись номер неважно аварий 2 2 скучных аварий 0 по возвращению спросить что об этом думает сланец ха ха так то да прямо к ядру получай пучина гиганта ты теперь зашпатована что бы это не значило не знаю кому как а мне понравилось поверить не могу что меня не убило током роговик и жилы умрут от зависти когда я им расскажу в конце концов не все решается силой что ж это место можно вычеркивать из списка остался главный приз жди меня черный терновник так ну похоже это просто бывшая стоянка шпата да так один похоже да это просто бывшая стоянка шпата и я то надеялся что хотя бы здесь он расскажет о том как попасть туда внутрь потому что ну скажем это вообще не не тривиальная задача ну хотя возможно это и есть подсказка такого плана так ну и видимо если я ничего не пропустил давай я еще раз осмотрюсь ну к ним же я не могу подойти так ну здесь уже совсем близкая энергия которой нельзя подходить мой корабль вот там но я думаю можно на самом деле оп вот так вот отсюда и добраться до туда да 4 как не тебя вот так можно убрать да ладно хорошо давай посмотрим какие острова здесь еще можно посетить так а это что такое а это корабль слушай он живое интересно но попасть на него нельзя у него люк не открыт ну ладно так что у нас еще есть на этой планете вот еще вижу какой то опа так главное не врезаться так а вот этот остров он нам рассказывал что так выровнять что на этом острове давай вперед немножечко оп все я приземлился что на этом острове он встретил статую на мае очень здорово что этот остров только что поднимался вверх и я наверное смогу хотя может не стоило наверху приземлиться ну ладно вот она статуя на мае глаза открыты что здесь написано мастерская по изготовлению статуй к сожалению дверь сюда закрыта ну давай попробуем посмотрим может быть есть какой-нибудь обходной путь ага вот сюда фонарики мне очевидно подсказывают как здесь можно пройти нужно обойти вот эту штуку так а вот здесь я смогу пройти да супер что у нас здесь есть есть зоны безопасности мы с тобой в прошлой серии это видели и вот там вот очень много всего интересного ну давай почитаем яснотка сегодня будут проверять как работают статуи памяти правда флок сказал что это опасно и нам приходить нельзя яснотка а если мы не пойдем через дверь а прорвемся не за проберемся незаметно кто-нибудь хочет тимьян яснотка мы все хотим посмотреть на эксперимент но случится может что угодно давай не пойдем может флок спустит нас в следующий раз латук флок сказал что так тоже делать нельзя понятно а как попасть внутрь интересно похоже можно наверняка можно поднырнуть каким-то образом и попасть слушайте здесь довольно большая территория так ну все дома все здания разрушены и в принципе остается только перейти вот по этому мосту и посмотреть а ну здесь да мне кажется это мне кажется я проверю на всякий случай хоть не жалко времени мне кажется что это телепорт из да это телепорт из песочных часов с часа пепла локс друзья добро пожаловать на пучину гиганта мне не терпится показать вам статуи флокс если вы не найдете меня дома то я наверняка в мастерской внизу под островом допустим я думаю стоит попробовать поднырнуть каким-то образом обнаружим так у меня топлива пока достаточно значит может быть вот туда пройти попробовать нет это все здесь только островки безопасности а как попасть под остров абсолютно ничего не сказано я думаю можно попробовать просто вот так вот да я оказался прав так дверь которая работает так мы вышли сюда с этой с той стороны дверь была разрушена хорошо отлично отлично так похоже мы сейчас улетим в космос надеюсь туда вон я вижу островок безопасности поэтому все не не так страшно локс мили пожалуйста отойди назад чтобы седум оказался ближе всех к статуе она соединится с тем кто находится соединяется с тем кто находится от нее на ближайшем расстоянии видите у статуи открылись глаза это значит что она соединилась с седумом пока седум находится в пределах этой звездной системы статуя будет получать все его воспоминания и задействовать их в проекте час пепла Миля. Это настоящее произведение искусства Флокс. Седум. Он снова превзошел сам себя, поскольку соединение прошло успешно. Можно протестировать мой прототип хранилища памяти. Седум. Каждая статуя будет отправлять воспоминания своего Намайи в отдельное хранилище в глубинах часа пепла. Флокс. У каждого хранилища также будет маска, связанная со статуей, которая сможет отправлять сохраненные воспоминания назад, соответствующему Намайи. Так. Все, нормально, живем. Я не знаю, как определить, что мы приземлились, но похоже вот так. Да, вот. Итак, статуя отправляет на час пепла маска обратно к Намайи. Ну, это немножко объясняет то, что происходит с нашим персонажем. Так, опять. Ну, здесь понятно, эти штуки отключаются автоматически. Сейчас попробуем прочитать, значит, то, что будет здесь написано. И, соответственно, посмотрим проекцию, куда она нас переместит. Камень проекции часа пепла. Рами. Флокс. Я установила маски, необходимые для проекта час пепла. Они прекрасны, хотя мне и кажется, будто за мной наблюдают. Рами. Приятно знать, что статуи ни с кем не соединятся до завершения проекта, иначе это было бы тяжело вынести. Локс. В теории, они должны активироваться, только если все пройдет успешно, но на всякий случай. Но я на всякий случай запрограммировал их так, что они срабатывают и при ошибке оборудования. Рами. Правда? А зачем? Если на проекте час пепла, что-то пойдет не так, статуи и их маски предупредят нас об этом, чтобы мы могли исправить неполадку. Иначе мы рискуем никогда не узнать о ней. Рами. Я не подумал об этом. Это действительно было бы ужасно. Ну, то есть, понятно, да? Они как бы запустили этот проект, и все явно пошло не так. Это маски. Смотри, сейчас горят две маски. Одна, видимо, одна маска моя, а одна маска вот этого. Раз, два, нет, три маски работают. Возможно, кто-то из Нома еще жив. Да, вот две маски рядом и одна. Так, это интересно. Хорошо, надо выйти отсюда. Ух ты! Все загадочнее и загадочнее. А как мне попасть вот туда наверх? Или я оттуда пришел? Нет, я пришел оттуда снизу. Угу. Но... Моста-то тут нету. Запрыгнуть я наверх тоже не смогу, при всем... Да, я не могу даже оторваться. Гравитация почти 2G. Так, это загадка. Попробовать перепрыгнуть оттуда? Давай попробуем. Может быть и получится на самом деле. Хотя я очень сомневаюсь. Нет, конечно не получится. Я отрываюсь буквально совсем ненамного. Опять же не получилось. Так. Ну, хорошо. Так, надо подумать. Наверное, нужно дождаться, когда... Подойдет ураган. Я, правда, не знаю, скоро это будет или не скоро. Но вот один идет. Нет, я не хочу ходить по кристаллам. Кислород кончается. Нужно сходить. Надо сходить в корабль, заправиться. Так, где, где, где? Кислород заправился. Кислород заправился. Топливо заправилось. Да, вот идет. А я и не успел, похоже. Не понял. Не понял. А, ну вот мы вернулись. Если я не ошибаюсь, сейчас должен быть второй ураган. И я не успею. Ой, я не успею, не успею. Почему-то не срабатывает кнопка. Не всегда срабатывает. Вот так, здрасте. Так, ну что, жду ураган. Так, ну что, жду ураган. Ну что, жду, как PlayStation. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! в черную дыру то есть либо просто вот в тот момент как мы начинаем играть все процессы на этой планете очень сильно точнее не просто на планете а в солнечной системе очень сильно обострились разведчик куда-то улетел но вот смотри она все равно искрит и до самого низа взорвусь я сейчас или нет сигнал тревоги катапультируемся а я без скафандра да отлично катапультировался ну и вот и на пустотной сфере получается они построили кузницу временный город обсерваторию кстати мы так не попали с тобой и дальше дальше пока что не понятно что происходило второе место где они высадились это было песочные часы но тоже непонятно то есть планету если так засыпает то ну как бы это же очень короткое время занимает и и судя по рассказам планету засыпала и при них потому что они там рассказывают как то нужно быть осторожным когда пока ты идешь к ней иначе можно увязнуть в песках плюс по всей солнечной системе разбросаны скелеты на май в общем я даже не знаю 2 2 планета песочные часы 3 планета значит ну на пучине гиганта по моему спасательной капсулы нету но спасательных капсул 3 давай сейчас выровняем скорость и я хочу так не сюда я хочу заглянуть в бортовой журнал так вот постепенно все это замыкается здесь у нас про что энергетический сигнал из-под поверхности зонт а также я узнал как попасть под поверхность чужака но это тоже тоже мы с тобой обязательно сделаем давай сейчас перенесемся на пучину гиганта и попробуем просто разобраться что что здесь происходит остров где живет габра строительный остров говорит здесь еще есть что исследовать но не знаю хочу ли я так вот это башня квантовых испытаний на которую я хочу попасть в конце этой серии остров статуи мастерская статуи значит под течением океана на удивление спокойно ядро планеты окружено каким-то электрическим полем терновый остров остров где коля растет колючий кустарник и лежит замороженная медуза прежде чем улететь к черному терновнику шпат разбивает лагерь здесь а ну понял это про шпаты и мы потом в эту медузу каким-то образом попали модуль отслеживания зонда находится как раз вот под поверхностью вот я не могу про преодолеть вот это течение очень сильное поэтому сейчас мне нужно снова искать или давай давай наверное тогда раз такое дело я сейчас взлечу и мы с тобой попадем в башню квантовой истины я думаю сюда надо стоять соотнести скорость мне кажется я пролетел пристегнуть ремень нет я как раз попал внутрь внутрь этого большого урагана ну что ж давай надо одеть скафандр и пошли посмотрим что это за башня значит ну здесь нужно подниматься вверх выглядит все конечно очень эпично мне очень нравится и так добро пожаловать башня дает знания необходимые для первого квантового путешествия всем кто попросит высокая башня высокая башня ну собственно все мои друзья почему-то отказались уходить со своих планет и и и и и и и и и перемещается не только она но и да стоит на нее перестать смотреть как она перемещается в другое место Но это как с тем камнем. На поляне квантовых камней обнаружен неопознанный сигнал. Кстати, помнишь, в бортовом журнале мы уже читали, что из глубины этой планеты также шел какой-то сигнал. Так, ну здесь просто... Похоже, здесь ничего не написано и можно просто спускаться вниз. Смотреть на квантовый объект, смотреть на изображение квантового объекта — это одно и то же. Подожди, кажется, я понял. А, вот эта вот штука, она тоже телепортируется. Давай я ее сфотографирую. Да, она остается на месте. Здесь опять никаких надписей. Похоже, нам нужно дальше. Арка и кристалл обычно не сходятся. Арка и кристалл обычно не сходятся. То есть нужно решить логическую задачку. Нужно фотографировать что-то одно. Допустим, кристалл. Так. Теперь я сфотографировал оба квантовых объекта. И могу отправиться дальше. Слушай, любопытненько. Любопытненько. Кристаллы. И тут кристаллы. Подожди. Не смогу пройти, не смогу пройти. Если вот так. Так. Давай назад. Так. Тоже не смогу. Если эти сфотографирую. Так. Давай подсказку сначала. Где? Это последняя и самая сложная загадка. Я понял. Гравитация 2G. Подпрыгнуть. Я не смогу. Понятно. Мне нужно как-то сделать чтобы на одной из панелей оказалось 3 кристалла. Но я что-то не представляю как это можно сделать. Пока что у меня нету совсем никаких мыслей. А вот один перемещается. Да? Допустим. Допустим. А, я понял. Я понял. Я понял. Нет. Не это. Вот. Ай. Отстань. А вот это Фотографирую Теперь фотографирую вот этот Да А, надо было его сфотографировать Конечно Ах ты, нет Не так Давай еще раз Так убрать Ну я понял Идею я понял Так Хорошо Так, но на этой стенке он не появляется в нужном мне положении Похоже И куда же я попал А, здесь еще и можно было забраться наверх и попасть не в ту комнату Это интересно Так, ну давай посмотрим, что нам напишут Примите наше поздравление Вы узнали правила квантового изображения Это знание поможет вам в квантовом паломничестве Помните, другие квантовые осколки могут поделиться другими знаниями Пусть вас не оставляет любознательность Вы идете по стопам тех, кто проходил здесь до вас И указываете путь тем, кто последует за вами Порт, журнал обновлен Ну, честно говоря То есть меня просто научили какой-то механике игры И этот квантовый осколок, он скачет по этажам, видимо Обнаружен неопознанный сигнал Давай попробуем Частота неизвестна Изменить частоту Рядки ПДК Рядки 4 Не знаю Ладно, я думаю, можно выходить отсюда Честно говоря До конца я так и не понял, что же все это значит Я теперь хочу попробовать попасть туда, к ядру планеты То есть мне нужно сейчас найти вихрь, который крутится в другую сторону Вон он, я вижу его Давай попробуем Так, отлично Я попал внутрь и пошли поищем медуз Вот медуза у нее нет У нее идет электрический заряд все равно То есть я не могу Но вот на кончике У нее нету на кончике заряда Вниз Попробовать Ух ты Сигнал тревоги Электросистема Реактор Поднять крышку Катапультироваться Корпус корабля поврежден Ну-ка Поднять крышку Да, у меня корабль разорвало просто Ну что тут скажешь Мне нужно как-то это Начать цикл заново Так, ну хорошо Это строительная веревь Да, и у нас в принципе здесь тоже Было что-то незавершенное Надо обойти сюда Так, сфера проекции Пустотная сфера Так, здесь все работает Тяжело жить в мире В котором ты можешь ходить по потолкам Пустотная сфера Уже занят А, у меня занят Это обсерватория Я понял Модуль управления А, модуль управления Это я тоже знаю Это там мы были Не знаю Что еще тут поделать Так, ну это вот Модель корабля Касава Вот и все Мы закончили последний модуль Орбитальной звездной пушки И готовы отправить его на орбиту Пучины гиганта Теперь мы должны отправить Дерезу К орбитальной зондовой пушке Чтобы она установила систему отслеживания зондов Касава Хочу искренне поблагодарить всех на строительной базе За упорный труд Несмотря на все неудачи Мы стали на шаг ближе к тому Что я уже и не надеялся сделать Сидум Похоже, ты стареешь, дорогой Нетипично слышать от тебя такие милые слова Касава Сидум Если я стану хотя бы наполовину так же мил с вами Как гравилат с мальвой Пожалуйста Выстрелили мной из орбитальной зондовой пушки Сидум Я своего брата знаю Гравилат, как и его супруга Наверняка захочет запустить зонд с максимальной силой Я беспокоюсь, выдержит ли пушка Сидум Предлагаю сообщить гравилату и мальве Заниженные показатели Максимальные энергии Чтобы они не превысили настоящие Да, это было бы разумно Так, что у нас здесь еще имеется А, ну корабля-то у меня собственно и нету больше Поэтому мне бы не помешал телепорт Так, ну что ж Как здесь самоубийца я пока не знаю На том острове я был Вроде был Так что пожалуй я подожду Конца цикла И сразу же вернусь к вам Дождался я перезапуска цикла И сейчас хочу попробовать Снова Залезть под медузу Потому что Давай сейчас надо заглянуть в журнал Может быть там есть какая-нибудь Актуальная информация Так, остров Где живет Габра Строительная база Здесь еще есть что исследовать Угу Непонятно Башня квантовых испытаний Здесь мы все прошли Остров статуи Мастерская Глубина океана Под течением океана Удивление Спокоен Ядро планеты А если сейчас вот сюда переместиться Лагерь где живет Шпат Угу Замороженная медуза В заметках Которые оставляет Шпат Описана попытка Съесть эту Вмерзшую в лед Медузу Снаружи тело Этих медуз Жесткое Как резина Возможно Это помогает им защищать Внутренности От электричества Шпат пишет о том Что хочет попробовать Внутренности медузы Чтобы узнать Не лучше ли они на вкус Благодаря этому эксперименту Удалось выяснить Что медузы годятся Только для электроизоляции Корабль я кстати Так и не нашел По моему На Черном терновнике Но По поводу медузы Я прав Надо Попробовать Еще раз Залететь в нее Я одену сразу Скафандр Так вот она Давай автопилот И сейчас попробую Снова Снова залететь Туда Внутрь Надо как то Выровняться И аккуратненько Ей вот Под хвостик Мне кажется У нее Вот эти вот Щупальца Они именно Бьются током Если Пробраться Пробраться Вовнутрь нее То может быть С током И не ударит Но это не точно Ладно Ныряем Кучину гиганта Отлично Нужно найти Теперь Нужный вихрь Вон он Я его вижу Бабах Так Мы внутри Что может быть Лучше Ну и вот Смотри Вот Медуза Взлетает И вот У нее Эти Искры Идут О ее Этим Давай я Смотрю Остальных У этой Ее Щупальца Они как-то Слишком Прижаты К телу Что ли Может быть Найдутся Другие Так Вот еще Одна Или это Та же Самая Ну Не знаю Может она Сейчас Начнет Когда Опускаться О Так Нет Я Где Я Вот Она Погрузилась Туда Так Ну Ладно Та А вот Смотри Она Разевает Свою Пасть Нет Я Что-то Не Понимаю По-моему Итак Друзья Несколько Попыток Спустя Мне кажется Я все-таки Разобрался Как это Работает И Сейчас Попробуем Это Сразу Сделать Кстати Я раньше Не обращал Внимание Пучина Гиганта Я думал Я разобьюсь Ну ладно Пучина Гиганта Находится Прямо Над нами Тем Временем Полетели Попробуем Еще разочек Ну в принципе Скафандр Пока не нужен Залетаем И Сразу На Нее В общем Фишка В том Что Она Засасывает И Когда Она Раскрывает Свои Щупальца Нужно Подлететь Под Нее И Она Тебя Засосет Я Это Попробовал Сделать Без Корабля И Хочу Сейчас Попробовать Сделать С кораблем Не знаю Получится Или Нет Если Не Получится Без Корабля То Тогда Уже Сделаю Если Получится Не Получится С кораблем То Тогда Буду Пытаться Сделать Без Корабля Конечно Так Где Наш Вихрь Вот Это Он По Моему Да Это Он И Да Ёп Это Он Теперь Ищем Медузу Медузу Так Нужно Аккуратнее Это Делать У меня Все Попереломалось Нафиг Можно Конечно Соотнести Скорость Выйти И починить Давай Скорость Соотнесена Пока Фонарик Пожалуйста Пока Медуза Там Это Того Так Где Где У нас Искрит А Вот Отлично Еще Поломки Ну Вроде Нет Вроде Я Не Вижу Ничего Хорошо Может Это Даст Не Одну Или Две Лишние Попытки Да Корабль Исправен Вот Медуза Вылетает Оттуда Подлетаем К ней Под Самый Низ Вот Она Раскрылась Полностью Сейчас Она Должна Нас Засосать Ладно Корабль Починим Потом Сейчас Давай Попробую Так Не надо Вниз Опуститься И вот Она Насколько Я Понимаю Уже Сейчас Будем Проходить Этот Самый Электрический Барьер Мне кажется Мы его Прошли Да Да И вот Получается Вот Она Эта Капсула Здесь Не работает Я не могу Ни к чему Привязаться Поэтому Здесь Не работает Выравнивание Скорости И все И все Придется Делать Вручную Ну Что Главное Сейчас Не удариться Обо что И так Все Я Пробрался Таки Внутрь Что Ж Верхняя Верхняя Камера Целая То есть Мы Сейчас Сможем Ей Поуправлять Что У нас Здесь Статуя На Май С Закрытыми Глазами Здесь Лежит Час Пепла Камень Проекции Модуль Запуска Камень Проекции Можно Почитать Конечно Опа Осторожно Можно Это Почитать Но Не Уверен Я Что Здесь Будет Что То Интересное Ну Давай Посмотрим Мальва Представь Себе Дереза Представь Себе Дереза Модуль Отслеживания Зонда Первым Во вселенной Узнает Координаты Ты Будешь Первый Мы Это Читали Это Большая Честь И Ответственность Ладно Я Думаю Давай Уже Узнаем К чему Все Это Было Итак Получение данных От зонда Номер 9404 Визуализация Траектории От зонда Номер 9404 Нифига Себе Она Показывает Все Зонды Которые Она Выпустила Око 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 Вселенной Давай Читать Получение данных О предыдущем Запуске С часа Пепла Общее Число Запущенных Зондов 9404 Космическая Космическая Аномалия Соответствующая Характеристикам Око Вселенной Обнаружена Зондом Номер 9354 Это что Послание Космической Аномалии Получение Сохраненных Координат С часа Пепла Отображение Координат Око Вселенной Портовой Журнал Обновлен Ну Я надеюсь Я это Записал И как бы И че Ну Я же Не смогу Даже Выбраться Теперь Отсюда Эм Это к чему Я Я хожу По этой Штуке Ну да Забавно Так Так Ну может Что-то Еще Интересное Убраться вами добавляет последние штрихи все ли хорошо у тебя и орбитальные пушки модуляции готов фиксировать его траекторию передавать нам все данные однако вселенная сразу уведомлю вас другой стороны меня беспокоит конструкционная прочность пушки ну в общем все такое си оп сюда пожалуйста так ну что ж ну мы многое узнали в этой серии в принципе добились всего всех задач которые я ставил перед собой и наверное сейчас когда я буду всплывать я умру поэтому но скорее всего эту серию я буду заканчивать и нужно будет мне подумать как же действовать дальше нет я сумел я сумел всплыть пройти сквозь этот барьер и меня даже не убило это не может не радовать но я не уверен что так корабль 200 метров но в принципе не так и далеко но в любом случае я сейчас уже буду заканчивать и в следующей серии ну не знаю надо будет сначала серии почитать журнал он там что-то сломано у меня у корабля как стоять стоять тихо кораблю по пожалуйста надо будет почитать журнал посмотреть что там происходит вниз ну да ладно в общем в любом случае сейчас я буду заканчивать света на корабле нету портовой журнал не работает что ж друзья спасибо всем кто досмотрел до конца спасибо тем кто поставил лайк это всегда очень приятно пишите комментарии с удовольствием их почитаю ну а на сегодня это все до новых встреч пока пока